Хранить верность — это достоинство, познать верность — это честь. Хочешь узнать, что говорят о тебе знакомые? Послушай, что они говорят о людях, которые лучше тебя. Мы так суетны, что придаем значение тому, что думают о нас люди, которым мы не придаем значения. Лучший способ запомнить что-нибудь — постараться это забыть. Женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, ведь эти правила сочинили мужчины, и при том безо всякого участия женщин. Человеку нужны крепкие уши, чтобы выслушать свободное суждение о себе. Женщина готова наряжаться из одной лишь любви, к своей злейшей подруге. Женщине для полного счастья необходимы трое. Возлюбленный, которого она будет любить, красивый мужчина, поклонник, который ее будет любить и занимать, умный мужчина. И муж, глупый мужчина. Вы можете понять другого лишь в той степени, в которой можете понять себя. Берегись смирившегося врага. Не делай из себя дурака ради того, чтобы развеселить других. Вдвойне тяжелее переносить обиды со стороны тех людей, от которых мы всего менее вправе ожидать их. Самомнение может привести к самоуничтожению. Если кому-нибудь везет, не завидуй ему, а порадуйся с ним вместе, и его удача будет твоей. А кто завидует, тот себе же делает хуже. Большая часть человеческих взаимоотношений основана на обманах и уловках, иногда веселых и забавных, иногда низких и злобных. Лишь немногие счастливцы, такие как матери и младенцы, истинные друзья и любящие, совершенно искренне друг с другом. Романтичность возникает тогда, когда женщина обладает женской властью над мужчиной, и к удовольствию обоих становится для него важнее всего остального. Если вы уберете великие слова и торжественную мину, еще много всего останется, так что не пугайтесь. Тело ваш друг. Не обращайтесь с ним, как с врагом. По-моему, многие оказываются в подобном затруднении, им до того не хочется что-то делать, что у них даже нет времени задуматься, о чем бы им хотелось заняться. Просто диву даешься, до чего часто взрослые люди, пребывающие в здравом уме, думают, будто могут скрыть факты, которые легко проверить. Действительно, жизнь, это сплошные неприятности. Поэтому единственное, чего мы можем в ней добиться, это возможности выбирать между большей и меньшей неприятностью. Любовь, зачем ты мучаешь меня, ведь я забыть себя была готова, зачем же тень твоя приходит снова, жестокой болью душу мне казня. Знай, о друзьях и об идеях, о женщинах и о картинах. Не следует судить поспешно. Друзья нам могут изменить. Идеи требуется взвесить. В картины надобно всмотреться. А женщины являют часто, прекрасный облик без души. Если любовь будет на первом месте, то все остальное, будет на своем месте. Злой человек вредит самому себе прежде, чем повредит другому. Женское сердце мягко. Мягко-то оно мягко, зато уж ведь излей-то женщины ничего на свете нет, если ее обидеть чувствительно. Страшно становится. Женщина отомстит ужасно, она может такую гадость придумать, что мужчине и в голову не придет. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной. Женщины любят думать, что они свободны и могут располагать собой, как им хочется. А на деле-то они никак и никогда не располагают собой, а располагают ими ловкие люди. Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь. Ложь связана с отсутствием смелости сказать правду. Имея конкретную цель, человек чувствует себя в состоянии преодолеть любые проблемы, так как в нем живет его будущий успех. Я, когда репетирую, все пропускаю через себя. Каждую роль проигрываю. И, конечно, получаю от этого, извините, свои актерские оргазмы. Я по натуре, клоун. Очень люблю шутку, хохму, укусить за зад кого-нибудь. Для меня самая большая трагедия, это руководить театром, сидеть в кабинете. Когда мы спим ночью, нет боли, потому что нет и истории. Все страдания и боль заключены в истории о том, что случилось, а не в самом событии. Нас мучает не жизнь, а наши мысли о ней. У холостых мужчин иногда бывают угрызения совести. У женатых мужчин для этого есть жены. Демократия — это лишь мечта. Она стоит в одном ряду со сказочной Аркадией, Санта-Клаусом и райским садом. Женщина до брака — провокатор. После брака — жандарм. Совесть — это теща, которая постоянно живет с вами. Когда душа видит сны, она театр, актеры и аудитория. Мы отмаливаем грехи и пороки, предоставляя решать Всевышнему, что может значить и то, и другое. Имея мертвецы возможность, прочесть хвалебные надписи на своих надгробиях, они бы умерли вторично от стыда. Жизнь наша есть борьба. О, Зевс! Зачем ты дал людям верные признаки, отличать настоящее золото от поддельного, тогда как у человека нет на теле ни одной приметы, по которой можно было бы узнать мерзавца? Существует ли более сильное и более мучительное страдание, чем бегство из родной страны? Кто столько блеска проявил, в искусстве лгать и лицемерить, тому дозволено не верить. Хотя бы он правду говорил. Любое место на земле стоит одинаково далеко от неба.